Добрый вечер, час новостей на 12 канале, в студии Любовь Фёдорова и коротко о главном. Не рассчитал свои силы. Глубина котлована, конечно, очень большая, 4 метра, может быть, чуть больше. В Омской области на стихийном пляже погиб еще один ребенок. То густо, то пусто. Еще одна напасть. Планы грибников срывают насекомые. В омских лесах, несмотря на жаркую погоду, совсем мало природных даров. Когда с тихой охотой можно будет уйти с полными корзинками? 12 лет провел в бегах, еще 12 проведет за решеткой. Подозреваемый проникал в квартиры потерпевших через открытые форточки, окна, расположенных на первом этаже жилых домов. В Омске вынесли приговор серийному насильнику, которого искали по всей стране. Расследования через гипноз и другие детали громкого уголовного дела прямо из зала суда. Технология просто космос. Главная задача двигателей, которые сегодня разрабатывают Амичи, доставить спутник в нужную точку космического пространства. Ученые из политеха покоряют вселенную, не покидая лаборатории. В ожидании главной сельской спартакиады. Преображается поселок, люди сами нарядные, ухаживают за своими подворьями. Прекрасный стадион. Как Аконечникова готовится к королеве спорта. Начнем выпуск с новых подробностей трагедии в Азовском районе. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с соседями утонувшего в котловане школьника. Напомню, 15-летний подросток захлебнулся, так и не доплыв до берега. Его пытались спасти отдыхающие, но безуспешно. Как выяснилось, школьник Амич в Азовский район приехал к другу в гости. Что говорят очевидцы и следователи, с места событий репортаж Анастасии Вишовой. Тихая водная гладь, берег окружен зеленью, рядом летают стрекозы. Отличное место для отдыха, только вот наслаждаться пейзажем, говорят местные, лучше с берега. Котлован совершенно не предназначен для купания. Максимум можно порыбачить. Об опасностях, которые скрывает водоем жители Трубецкого, то и дело рассказывают в чатах. Но школьник из Омска, который приехал сюда к другу на каникулах, ничего о запретах не знал. И желание охладиться обернулось трагедией. По словам местных жителей, на этом месте лежали вещи подростка. И действительно видно, что здесь трава примята. Ребенок решил переплыть котлован, и где-то на середине он наглотался воды, начал кричать, звать на помощь. Его друзья кинулись спасать и совсем немного не дотащили до противоположного берега. Как говорят местные, люди просто выбились из сил. Он камнем шел на дно. Уже сегодня тело достали водолазы. Здесь есть обрыв. Если оно идет сначала ровно, а потом идет глубокий обрыв. Глубина котлована, конечно, очень большая. Там 4 метра, может быть, чуть больше. Для купания котлован этот не предназначен. У нас стоят стенды в плане того, что купание запрещено. Разрешенных мест для купания на территории Азовского района нет. На стихийных пляжах не дежурят спасатели. В случае ЧП профессионалы просто не успеют прийти на помощь. На территории Азовского района 72 водных объекта. Из них два естественных, это два озера. И 70 искусственных котлованов. Из этих 70 котлованов потенциальную опасность представляют 48 объектов по водной наполняемости, по доступности. Кореги обрывы вязкий ил. Чего только не скрывается под толщей воды. По словам специалистов, жители района купаться ходят на 14 водоемов. На свой страх и риск. На постоянной основе мы проводим, ну если это будни, скажем так, с определенной периодичностью, объезды всех котлованов. А если выходные, конечно, это в 2-3 раза мы увеличиваем количество рейдов. По той простой причине, что приезжают внуки с города, многих жителей. И все они, разумеется, в жару лезут в водоемы. Трагедия в Трубецком стала шоком для местных жителей и омских соседей подростка. И хотя в нашем городе многодетная семья квартиру снимает совсем недавно, жильцы дома отзываются о новых постояльцах только положительно. Они шумные? Нет, нет, нет. То есть никаких проблем с ними было не возникало? Нет, никогда, я не слышала ничего. Девочки хорошенькие, здороваются всегда, нормальные. И мужчина, а женщина вообще ни разу не видела. Мальчишка вообще его не видно, не слышно было. Спокойно, тихо. Спокойно, я увидела только один раз в школу, как утром. И там мой друг водила. Что именно стало причиной трагедии, как подросток оказался на котловане, сейчас выясняют следователи. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действий взрослых лиц, которые разрешили детям идти на котлован купаться. По факту трагедии уже заведено уголовное дело. Статья «Причинение смерти по неосторожности». Анастасия Вишова и Сергей Пайхалов, 12 канал. Между тем, омские спасатели уже зафиксировали 500 случаев, когда подростки пренебрегали правилами безопасности у водоемов. Из-за жары детей так магнитом тянет к воде. И вместо отдыха на официальных пляжах, их напомню, в городе пять, ребята предпочитают загорать и купаться на стихийных. Причем делают это скрытно. Когда спасатели ловят их за руку, родителей рядом нет. Такая беспечность может обернуться трагедией. В нашем регионе с приходом тепла уже утонули 20 человек. Половина из них – дети. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы, в том числе и с родителями юных нарушителей. У 51-го маршрута изменили схему движения. Вместо Карла Маркса и Гагарина транспорт будет следовать по Маяковскому в районе Омгупса. Дальше поедет по улицам маршала Жукова, Фрунзе, в обратном направлении по улице Булатова. Таким образом, этот маршрут присоединяется к 18 другим, которые исключили из проезда по центру города. Напомню, в Омске прошла транспортная реформа. Она направлена на то, чтобы разгрузить центральные магистрали. Но в случае с 51-м автобусом есть еще одно обстоятельство, из-за которого ввели корректировки. У перевозчика не оказалось подходящих машин, а именно среднего класса, чтобы вывести их на маршрут от СНТ «Заря-3» до остановки «Сады-Березка». В итоге с ним расторгли контракт, а схему движения изменили. Политика должна работать на благо омичей. Об этом глава региона заявил на встрече с руководителями двух фракций областного парламента. Виталий Хаценко отметил, что сейчас важно выстроить конструктивные отношения со всеми политическими силами. Это позволит сделать жизнь в регионе более комфортной. Так, лидер «Справедливой России» в ЗАГС-собрании Андрей Жуковский рассказал руководителю области о проекте «Центр защиты прав граждан». По сути, канал обратной связи власти с населением по проблемам в сфере ЖКХ, здравоохранения и других. Виталий Хаценко отметил, что правительство будет взаимодействовать с партийцами в этом направлении. А с руководителем областной фракции «Новые люди» глава региона обсудил сотрудничество в сфере молодежного предпринимательства. В парламентарии представил Виталию Хаценко проект «Я в деле». Его основная цель – помочь молодым людям реализовать свои стартапы с помощью опытных коммерсантов. За полтора года уже удалось воплотить в жизнь больше 80 идей. А более полутысячи амичей получили первый серьезный опыт в сфере предпринимательства. Поделился лидер фракции с главой региона и результатами масштабного экологического проекта. Это проект «Экоточка». На протяжении полутора лет мы рассказываем о амичах, как сортировать дома вторсырье, как его правильно сдавать. И амичи сдают нам отсортированное вторсырье, и мы отправляем его на переработку. Таким образом, у нас получилось за полтора года сделать такой объем отходов, который равен нескольким несанкционированным свалкам в городе. Кто успел, тот и съел. Амичи жалуются на сбитые ноги и пустые корзины. Из-за лесных вредителей в регионе не случился грибной бум. Аппетитные шляпки не пестрят даже на проверенных местах. О бойкой торговле и речи не идет. Где все же можно полакомиться дарами природы? И надеется ли на богатый урожай? На тихую охоту отправилась Ангелина Рунова. Вот уже больше 30 лет Елена Никитина ходит по лесам в поисках грибов. Впервые на тихую охоту попала в далеком детстве. Ну а сейчас шутит, может хоть с закрытыми глазами найти уголок, где под слоем дровы прячется добыча. Где наши грибочки? Идем туда. Нашу съемочную группу пригласила на одно из самых богатых угодий в Чернолучье. Говорит, в прошлом году именно здесь ей попался настоящий трофей – трехкилограммовый обабок. Но сегодня, как бы сложно в это не было поверить, пустые корзинки. В этом сезоне удача улыбнулась грибнице лишь раз. Мы вчера просто с подругами пошли в лес и мимо проходя 7-8 грибочков мы собрали. Там были подберезовики, подосиновики. Наверное, сантиметров 15. Может, это самый большой, все остальные поменьше, конечно. Казалось бы, ситуация совершенно парадоксальная. Погода шепчет. Сначала дожди, потом жара. То, что нужно для роста грибов. Но специалисты поясняют – не все так просто. Из-за холодной весны в лесах долго не сходил снег. Под билой шапкой они просто не могли развиваться. И, как бы грустно это ни звучало, погибли на корню. Свою лепту внесли и вредители. Еще одна напасть. Планы грибников срывают насекомые. Картину в прямом смысле портит нашествие гусениц. Они оккупировали леса и поели березу. Как результат, тени от дерева нет, почва высыхает, и грибы попросту выгорают. В поисках грибного клондайка за полтора часа трижды меняем локацию. Тщетно. В корзине – травы, ягоды, но ни одного гриба. Чуть лучше ситуация обстоит в Моромцево и Окунево. Ведра от даров леса не ломятся, но набрать лукошко удастся наверняка. Но эксперты предупреждают – некоторые находки могут сыграть с вами злую шутку. У большинства съедобных грибов есть ядовитые двойники. И они уже встречаются в омских лесах. Сейчас начинаются опята летний, опенок летний и еще есть опенок луговой. Вот эти виды можно легко перепутать с таким сильно ядовитым грибом, как галерина окаймленная. Вот она тоже растет на основаниях деревьев, на пнях. И поэтому там нужно очень четко смотреть по признакам, то есть сверяться. Незнакомые грибы первое правило – в корзинку лучше не брать. Биологи говорят, богатым урожаем омские любители тихой охоты насладятся к концу месяца. Вторая грибная волна пойдет в августе-сентябре. Ангелина Рунова, Санат Токсанов, 12 канал. В Омске увековечили имя росгвардейца, который проходил службу в зоне специальной военной операции. На фасаде дома по улице Сибирский проспект установили мемориальную доску в честь погибшего Андрея Кипко. Его детство и юность прошли в Омске, а уже после срочной службы в Свердловской области он решил работать по контракту. Ценой своей жизни военнослужащий помог раненым товарищам. Во время обстрела 12 сентября 2022 года в районе Антоновского моста подразделение подберлось атаке боевиков. За свой подвиг Андрей Кипко награжден орденом мужества посмертно. Почтить память участника СВО собрались родственники, соседи и сослуживцы. Настоящим патриотом, хорошим отцом, сыном и другом. Таким его помнят родные. Для нас это очень важно, очень важно. Поближе к детям, поближе к супруге. Мы его захоронили в Свердловской области, город Нижний Атуран. И поэтому мы решили, что нужно открыть и выквечить здесь его мемориальную доску. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. 12 лет провел в бегах, еще 12 проведет за решеткой. Подозреваемый проникал в квартиры потерпевших через открытые форточки, окон, расположенных на первом этаже жилых домов. В Омске вынесли приговор серийному насильнику, которого искали по всей стране. Расследование через гипноз и другие детали громкого уголовного дела прямо из зала суда. Технология просто космос. Главная задача двигателей, которые сегодня разрабатывают Амичи, доставить спутник в нужную точку космического пространства. Ученые из Политеха покоряют Вселенную, не покидая лаборатории. В ожидании главной сельской спартакиады. Преображается поселок. Люди сами нарядные, ухаживают за своими подворьями. Прекрасный стадион. Как Аконечникова готовится к королеве спорта. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. В аптеке «Фарма Копейка» акция «Кардиогвардия». Скидка на «Милдранат» 35 рублей. В наличии «Фарма Копейки» рядом с вашим домом. А сейчас о громком решении Октябрьского районного суда. В Омске вынесли приговор серийному насильнику-форточнику. Его 12 лет искали по всей стране. На счету злоумышленника, по версии следствия, десятки преступлений. При этом он ловко скрывался от правосудия. В криминальном мире его даже прозвали неуловимым. Из зала суда репортаж Юлии Думановой. Этот 63-летний пенсионер с виду скромный и тихий. Тот самый форточник. Один из самых неуловимых преступников последних лет. И вот сегодня вновь прячется от правосудия, только уже за спиной адвоката. Вы сейчас лицо прячете. Вам стыдно или почему? Злоумышленник, по версии следствия, совершил целую серию изнасилований. Первое еще в 2010 году. Выбирал в качестве жертв женщин, которые жили на первых этажах. Перед нападением долго следил, изучал распорядок дня, привычки. Ну а в квартиры проникал по ночам через окно. Форточник в свое время, что называется, наделал шуму. По улицам ходили народные дружины. Жители сами инспектировали местность. Некоторые женщины боялись открывать форточки. Другие экстренно устанавливали на окна решетки. Всего на счету форточника 21 эпизод. Во время преступления осветил своим жертвам в лицо фонариком. Поэтому ослепленные женщины его не могли запомнить. В отделы полиции доставляли десятки похожих мужчин. За все время расследования сверили более тысячи ДНК. А чтобы составить фоторобот, пришлось даже задействовать гипноз. Помощь в расследовании преступления оказывали специалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, которые проводили сеансы гипно-репродукции памяти с потерпевшими. И с их слов составили фоторобот предполагаемого преступника. Орудовал не только в городе, но и области. Одно преступление произошло в Калачинске. Но после серии нападений маньяк словно растворился. И вот спустя 12 лет в прошлом году злоумышленник вновь напомнил о себе. Опять полез в форточку, но на этот раз, чтобы совершить кражу. Правда, за долгие годы растерял сноровку. На месте преступления случайно забыл предмет со своими отпечатками пальцев. С места происшествия были изъяты фрагменты норженств, на которых обнаружен генетический материал подсудимого. Также в ходе предварительного расследования были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, согласно которым были установлены признаки, по которым удалось идентифицировать подсудимого. Интересно, что у омского форточника были подражатели. Один из них орудовал в Самаре. Мужчина также проникал в квартиры через окна и нападал на женщин. Вы согласны с договором? Будете обжаловать? Что касается омского форточника, пока его искали, он находился в соседнем государстве. В Казахстане отбывал наказание в колонии за серию краж. На свободе пробыл недолго, всего полгода. На этот раз за изнасилование суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Юлия Думанова, Сергей Ильин Вебер, 12 канал. К другим темам. В сквере имени Панфилова полным ходом идет второй этап благоустройства. Специалисты уже обустроили парковку и тротуары. Высадили живую изгородь из кизельника. На территории также появились новые сирени и сосны. Кроме того, подрядчику предстоит установить детскую и спортивную площадки со специальным покрытием и уличные тренажеры. Полностью завершить работы планируют до конца лета. Отмечу, что преображаться скверами Непанфилова начало еще в 2022 году. Тогда проходил первый этап благоустройства. Мы устраивали мемориальную зону, сделали реконструкцию пешеходной тротуарной сети, дополнили территорию ранее не существующими тропинками, по потребности жителей. Мы установили оборудование, скамейки, урны. Высадили зеленые насаждения, голубые ели, ограждения зеленые. Преображаются не только скверы, но и магистрали. На одной из центральных начали носить дорожную разметку. Как проходят работы и где еще в городе появятся термопластиковые полосы в нашем материале. Улица Масленникова – одна из самых значимых городских магистралей. Ежедневно здесь проезжают тысячи машин. Чтобы путь автомобилистов был максимально безопасным, рабочие обновляют дорожную разметку. На асфальт наносят термопластик. Материал надежный и проверенный временем. Для того, чтобы пластик застыл и превратился в твердое лакокрасочное покрытие, необходимо учесть несколько моментов. Перед нанесением дорожное полотно очищают от пыли и грязи и высушивают. А учитывая, что на прошлой неделе на Омск обрушились буквально тропические ливни, подрядчикам пришлось в два раза тщательнее обрабатывать магистраль от последствий стихии. Но сейчас погода благоволит. Краску используют бело-желтую. Она максимально яркая для глаз и видна издалека. Трудятся специалисты в основном в темное время суток, когда интенсивность движения снижается. По городу невозможно работать днем. По городу только ночью нужно работать. А ночь сейчас, но движение прекращается где-то часа в три-четыре. И вот там мы вырываем это время, чтобы нам уложиться и в сроки, и сделать определенный объем работы. Дорожники уверяют, разметка прослужит Амичам еще долгое время. Это доказывает и гарантия, которую дает подрядчик. Один год. Параллельно идут работы по нанесению линий разметки и на других улицах нашего города. Управлением дорожного хозяйства и благоустройства уже выполнено более 50% работ. Они ведутся с начала мая. На эти цели в этом году выделено порядка 27 миллионов рублей. Приоритеты дают пешеходным переходам вблизи школ и бюджетных учреждений. Екатерина Булучевская, Регина Абузарова, 12 канал. Амичей приглашают на родные берега. Уже в эту субботу можно будет спеть песню о родине в одноименном фестивале-конкурсе. Музыкальный праздник пройдет в Горьковском районе 7 и 8 июля. Мероприятие обещает быть интересным не только для вокалистов, но и для всех зрителей. Так на главной сцене выступят известные омские коллективы, а на малой в формате песни «У костра» своим творчеством сможет поделиться любой желающий. Для тех, кто любит танцевать, организуют дискотеку. В качестве развлечений также предлагают зажигательную зум-базарядку. Кроме того, в этом году предусмотрены масштабные программы для самых маленьких. Будут работать аниматоры. Специальная детская программа танцевальная в том числе будет. Пенная вечеринка будет для детей. Спортивные соревнования, спорт минимум, веревочный полигон специально для них сделан. Ну и надо не забывать, что будет практически весь день у нас клуб 4х4 без тормозов. Будет производить различного характера заезды, соревнования. И можно будет с интересом провести время. Разработка омских ученых вошла в 100 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени». Специалисты Политеха покорили комиссию своим ноу-хау – двигателями для самых маленьких спутников. Это поможет создавать целые сети из аппаратов для связи и наблюдения. Никита Гайдаш с подробностями. Пара минут, и этот технический шкаф, по-научному разрывная машина, превращается в маленькую вселенную на Земле. Внутри полное соответствие условиям далекого космоса – вакуум и экстремально низкие температуры. Специалисты испытывают на прочность образец сплава. Именно из такого материала изготовлена обшивка МКС. При нагрузке в 800 килограммов проверка провалена, сплав не выдержал. И это важнейшие данные. Вот что может случиться уже в реальности на орбите. В декабре прошлого года предположительно метеорный поток повредил корабль «Союз МС-22». Обшивка прохудилась, произошла разгерметизация. Обеспокоили наших ученых и новости о трещинах на МКС, которые, скорее всего, и возникли из-за перепада температур. МКС существует, и модули некоторые больше 20 лет. И поэтому это очень долго. И, соответственно, проводить испытания на выносливость на Земле 20 лет, но это очень энергозатратно. Поэтому мы разработали такую методику, которая позволит в течение нескольких дней определить количество циклов, сколько же наша конструкция выдержит, сколько лет она выдержит и сколько циклов нагружения. Главная удача омских ученых в том, что уникальный материал для исследования оказался буквально у них под руками. Эта ступень ракеты «Космос-3М» уже много лет хранится в одной из аудиторий политеха, служит в качестве учебного пособия. А состоит он из того же алюминиево-магниевого сплава, что и обшивка МКС. Ну вот вырезали из вот такой вот конструкции бака, которая у нас была. Новую методику испытаний сплавов можно будет использовать и в авиационной отрасли. Если мы используем какие-то самолеты в условиях Крайнего Севера, мы можем сказать, когда он сломается. Это очень важно. Это, соответственно, у нас жизни, какие-то катастрофы. Три, два, огонь! А это уже тест-драйв другой инновационной разработки омских специалистов – миниатюрного двигателя для спутников. Если первый искусственный спутник Земли, запущенный Советским Союзом в 1957 году, весил больше 80 килограммов, то сегодня им на смену пришли более компактные аппараты от полутора килограммов до нескольких граммов. И главная задача двигателей, которые сегодня разрабатывают Амичи – доставить спутник в нужную точку космического пространства. Сейчас миниатюрные нано- и фемтоспутники выводят на орбиту целыми группами для связи или исследований. Причем с омскими двигателями они могут даже маневрировать. Для того, что меньше, где сотни граммов, десятки граммов, для них двигателей нет, в принципе, еще не придумали ничего, что туда можно втиснуть. Вот мы придумали. Конструктивные элементы, они встроены туда, как несущие элементы самого спутника. И, собственно, вот блок рабочего тела газифицируется, а ничего лишнего не остается. Первые коммерческие образцы омские предприниматели планируют представить уже в ближайшее время. И это, безусловно, новый шаг в бескрайний космос. Никита Гайдаш, Андрей Кузьмин и Сергей Никифоров. 12 канал. Одно из самых важных событий в мире регионального спорта. Аконечникова готовится принять сельскую спортакиаду. Уже в эту пятницу в райцентре на местном стадионе состоится торжественная церемония открытия. Как известно, ее участники ждут больше, чем финалов. Обычно это грандиозное зрелище. Ну а сегодня состоялась генеральная репетиция Королевы спорта 2023. На прогоне оттачивают сцена театрализованного представления, которое расскажет гостям о культурном наследии региона. Эти кадры мы получили от нашей съемочной группы. 12 канал тоже проводит свою репетицию. Наша телерадиокомпания по традиции будет транслировать снижение открытия в прямом эфире. Следить за ней можно будет и в наших соцсетях. Королева спорта всегда важное событие. С социальной точки зрения к мероприятию готовились несколько лет. За это время серьезно преобразился главный стадион Аконечникова юбилейный. Именно на территории этого спорткомплекса пройдет большая часть состязаний. Преображается поселок. Люди сами нарядные, ухаживают за своими подворьями. Прекрасный стадион. Придумали на празднике свой подход к ярмарке, которая будет предшествовать событиям. На открытии праздника у них своя традиция, культурное наследие, о котором они расскажут и долгое время с поколения передавали. Приезжайте, я думаю, будет очень интересно. Ну а в каких видах соревновательной программы разыграют медали в столице сельской спартакиады? И какие команды станут соперниками омского нефтяника в предстоящем сезоне баскетбольной премьер-лиги расскажет Алексей Адариев. В Азово прошел чемпионат Омской области по лапте среди мужских команд. В состязаниях приняли участие коллективы из Азовского, Мариановского, Аконечниковского и Черлакского районов. Сюрприза не произошла. Победителем турнира предсказуемо стала команда Аконечниковского района, игроки которой представляют собой основной костяк сборной Омской области, являющейся неоднократным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Второе место на региональном турнире заняла дружина из Черлака. Бронза у сборной Азовского района. Там же в Азово прошли финальные соревнования по палеотлону за счет праздника Королева спорта Аконечникова 2023. На турнир приехали представители 15 команд. В первый день турнира по палеотлону спортсмены набирали очки в стрельбе и метании гранаты. Во второй день спортсмены соревновались в спринте и длинном беге. По итогам соревнований уверенную победу в командном зачете одержал Аконечниковский район. Аконечниковцы вернули себе лидерство в этом виде спустя 6 лет. Впервые в истории Королевы спорта в тройку лучших вошли спортсмены из Силькульского района. Бронзовым призером стал Азовский. Напомним, уже на этой неделе, с 6 по 9 июля, Аконечникова примет основные события областной королевы спорта. Здесь будут разыгранные медали в лапте, легкой атлетике, мотокроссе, греко-римской борьбе, шахматах, конном спорте, армрестлинге, городошном спорте и мужском и женском волейболе. На заседании исполкома Российской Федерации баскетбола утвержден состав участников профессиональных соревнований в сезоне 2023-2024. В высшем дивизионе женского российского баскетбола премьер-лиги помимо омского нефтяника сыграют 10 команд. УГМК из Екатеринбурга, столичная МБА, Надежда из Оренбургской области, Самара, Спарта-Энд-К из Подмосковья, Енисей, Сыктывкарская Ника, а также Новосибирская, Курская и Московская Динамо. Календарь премьер-лиги будет утвержден 10 августа. Кроме того, волчицы примут участие в розыгрыше Кубка России. Жеребьевка турнира состоится 1 августа. И последнее. В регионе появятся новые точки роста. В областных школах уже сейчас готовят 58 современных центров. Их обустроят благодаря нацпроекту образования, который инициировал президент страны Владимир Путин. На приобретение оборудования и мебели, а также техническое оснащение помещений регион получил 116 миллионов рублей. Так, 5 точек роста появятся в школах Омского района. По 4 создадут в Азовском и Москаленском. По 3 центра откроют в Большевеченском, Калачинском, Нижнеомском и Шербакульском районах. По 2 в Горьковском и Селькульском, Любинском, Марьяновском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом и Черлакском. С применением новых методик обучения будут проводить уроки физики, химии, биологии, информатики, ОБЖ и технологии. К концу следующего года в нашем регионе в общей сложности будет работать уже 387 современных центров. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Спонсор прогноза погоды в часе новостей общество с ограниченной ответственностью «Черлакский тракт». Торговый комплекс «Черлакские фрукты и овощи» круглый год. И о погоде. Завтра, 6 июля, в Омске переменная облачность. Без осадков. Ночью до плюс 21. Дневная температура 27-29 градусов тепла. В районах пасмурно, возможно, гроза. Ночные часы плюс 17, плюс 21. Днем 28-31 градуса жары. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Покупайте фрукты и овощи по ценам, которые подходят вашему бюджету. Арбузы, клубника, морковь, картофель и многие другие всегда свежие сезонные фрукты и ягоды в одном месте. Торговый комплекс «Черлакский». «Черлакский тракт 3.2». Таковы новости. До встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова